здравствуйте зрители канала и сегодня я хотел бы с вами поговорить про выращивание и семян сибирского кедра как его называют но на самом деле название у растения другое это сосна но это сосна необычная относится она к пятихвойным соснам которые вот с такой вот густой хвои по 5 хвоинок в и а какое же в ней научные названия а название у ней сосна сибирская кедровая есть еще похожая на нее сосна европейская кедровая есть еще сосна корейская кедровая это все вот пятихвойные сосны они похожи друг на друга но тем не менее они отличаются поэтому они относятся к разным видам есть у них некоторые отличия вот там например у корейской кедровой сосны у ней более густая такая длинная хвоя но суть выращивания в принципе она одинаково будет для любой чьи бы семена вы не раздобыли хоть сибирской хоть корейской хоть европейской а выращиваются они одинаково и так вот я пробно посеял вообще это у меня вот такой вот попробно посмотрел в схожести вот видите вот здесь вот 6 проросло а он еще 7 лезет но вот 7 вот таких маленьких кедровых сосен так вот как лучше сажать в принципе я вам рекомендую сажать все-таки осенью осенью чтобы как бы она прошла стратификацию в грунте и по весне они будут дружно сходить что касается вот этих нескольких я их замочил ним на немножко ну вот только прям замачивать надо совсем совсем немного иначе они могут сгнить вот то есть держите там ну можно час подержать вот и потом кто-то не замачивает а кладет во влажный песок вот и вот я посеял и вот как видите вот они взошли то есть в принципе нет никаких вот сложностей для того чтобы выращивать вот новичку из семян эти сосны потому что вот там ели они часто болеют черной ножкой особенно когда их на подоконнике люди пытаются вырастить поэтому вот таких войны их надо чтобы они потом все-таки вот были посеянные сразу где-то в какую-то вот на природе ну не на природе на вашем участке вот в школку огородили посеяли то есть чтобы хоть немножко солнце на них попадало тогда вот этой черной ножки не будет потому что у хвойных у них очень большой вот отпад когда выращивают там на подоконниках там света недостаточно и там просто вот бич хвойных черная ножка вот они вроде бы сходят из семян а потом раз и вот эту вот гриб он все как бы уничтожает портит поэтому я вот вам рекомендую сажать осенью чтобы они по весне всходили но в принципе если вам очень хочется можно вот так вот положить в холодильник там чтобы они полежали у вас в таком слегка влажным песке и также можно и весной посеять и тоже они должны взойти есть люди которые вообще массово выращивают кедровую сосну которые поставили это на поток и наверное вот все вы знаете такого человека у которого там в калининградской области такой благотворительный питомник по распространению кедровых сосен вот и там это просто сотнями тысяч выращивается если не миллионами я вот как бы показывал видео для тех растеневодов кто хочет в небольшом количестве озеленить свой участок этой сосной то есть вполне раздобыв орехи вы сможете себе некоторое количество вырастить этих кедровых сосен посадить их но единственное что когда вы будете сажать маленькую сосну даже если она у вас будет уже такая то сажайте ее все-таки в полутень чтобы она если у вас жаркая какая-то жаркий климат жаркая по климатическим особенным особенностям область то в полутень под какими-то вот деревьями чтобы она росла вот так вот чтобы они ее прикрывали и когда она уже станет большая она потом просто ну как бы уйдет вверх вот из-за вернее даже не деревьев а кустарников или можно каких-то мелких деревьев и просто на их вот обгонит уйдет вверх и будет уже расти обычно а вот пока она такая как бы маленькая там первые там хотя бы там два метра вот так вот ей конечно требуется очень притянение ну ничего сложного выращивание такого особого нет поэтому пробуйте это вот у меня честно говоря по кедровым соснам первый был опыт выращивание семян как видите вот уже они как бы проросли все хорошо и поэтому это может повторить каждый и вырастить себе вот такие замечательные кедровые сосны а на этом я прощаюсь подписывайтесь на канал а здесь вас будет ждать еще множество других интересных сюжетов до свидания